Так, вот у нас продолжение, уже третья часть. Сейчас уберу вот этот мячок вниз. Павел П... Господи, Павел, Алексей только что сказал, извини, пожалуйста, Павла, с которым записывали из Мадрида. Алексей только что сказал, что он делает программу видео с экрана, можно записывать. Вот мы искали такую программу. Давай, может быть, твои, у тебя все программы на одном каталоге собраны или нет? Вот твои разработчики. Они как бы разбросаны по разным сайтам, я по-разному пытаюсь позиционироваться, потому что есть, например, мультимедийные программы, а потом я два года своей жизни потратил, мы потратили бешеное количество денег на разработку системы родительского контроля. То есть мы писали программу, которая устанавливается на Windows-компьютеры, на Mac-компьютеры, на Android-устройства, для того, чтобы знать, где находятся дети, каким софтом пользуются, какие они сайты посещают. Это важно, я понимаю, что это происходит контроль. Это ваша главная разработка и много продаете? Нет, это была не главная разработка, но мы потратили два года на ее разработку, и в итоге денег не заработали, а этот проект закрыл. Что касается записи видео с экрана, то это запустили на отдельном домене, сайт называется screen.center, и можно скачать, и эта программа не только записывает видео с экрана, она еще служит для обмена скриншотами. То есть я могу нажать кнопочку «Принтскрин», выбрать регион, область экрана, которую я хочу сделать, нажать «Поместить видео», ну, «Сохранить видео», и она загрузится к нам на сервер. А человеку в буфер обмена скопируется ссылка. И кроме этого, когда человек делает скриншот, он может всякие там прямоугольнички помещать, например, чтобы обратить внимание, что обратите внимание на эту область, всякие там тексты вводить, это служит больше для такой совместной работы, и это нужная такая штука. Сколько стоит программа? Я не помню. Хозяин-разработчик, не помню, сколько программа стоит? Или у тебя цены устанавливают кто-то другой? Для русских, можно сказать, там меньше цены. А, понятно. А какой главный твой продукт, который хорошо продается и который приносит доход? Да, сейчас сложно так сказать, потому что у меня, например, продается как бы пакет программ, 10 программ для работы с мультимедиа. И это как бы человек, если использует одну программу, он должен купить весь пакет. Поэтому сложно сказать, какая именно программа пользуется большим спросом. А ты сам владелец этого бизнеса или у тебя есть компаньоны? Ну, я владелец, да. Ты владелец, и ты сам инвестор или привлекаешь какие-то вещи? Нет, я никогда никаких денег не привлекал, только когда пытался стартапы делать. Молодец. А боты ты не делаешь? Нет, я же говорю, я же динозавр, когда были мои такие времена, не было бота. Ну, можешь перестроиться, динозавр может быть современным динозавром. Да. Сейчас модная тема боты, моя жена там. Я сейчас максимум своего времени вкладываю в Emigrant Today, потому что я сейчас хочу запустить школу эмиграции, и там будут курсы по эмиграции в различные страны. То есть вы хотите сделать бизнес-проект, чтобы убрать деньги с людей, чтобы сказать тому, заполним документы и так далее. А у меня несколько другой подход. Я хочу продавать курсы по эмиграции, они будут стоить меньше, чем услуги эмиграционного адвоката, чтобы человека научить это делать самостоятельно. Потому что из моего личного опыта, когда мы подавали документы на эмиграцию в Кюбек, мы это делали не сами, а через тоже консультантов киевских, там были допущены ошибки. И я считаю, что если хочешь что-то сделать хорошо, ты должен это делать сам. В этом я просто хочу на курсах учить людей, что нужно сделать для эмиграции в Канаду или в ту же самую Польшу. Они будут следовать этим инструкциям, прикладывать много своего дополнительного времени, усилий, и чтобы они потом в итоге сами перебрались. Ну, ты должен быть специалистом в эмиграции в этих странах, понимаешь, что тоже как бы... Да, то есть мы начали вот с Канады, а в другие страны, я думаю, это делать с помощью партнеров. Вот, например, что касается волонтерства, очень мало людей знает, что можно вот молодым людям, не помню до скольких лет, переехать на один год в Европу, что тебе будут и деньги давать, и кормить тебя, и предоставить жилье. Но я лично не знал про этот способ. Да, да, интересно. А вот есть приятель мой, который сам прошел через программу волонтерства, и мы будем совместно разрабатывать, скорее всего, такую программу, где он будет учить, что нужно сделать, как нужно писать всякие письма, сопроводительные письма, где выискивать такие заявки в разные страны, какие там советы, как построить быт, как сэкономить. Ну, это замечательная программа, потому что люди, они и смогут и подучить языки, и пожить в другой стране, и потом, я думаю, в итоге они там и останутся жить. Ну, понятно. Я понял твою бизнес-модель, как бы. Окей. Так, на чем мы еще остановились, что еще не обсудили, чтобы я тебя поспрашивал. А сколько ты в Канаде живешь сейчас уже? Полтора года. Вот мы полтора года прожили в Польше, и полтора года сейчас в Канаде. А сколько тебе лет? О, ну, это комическая тайна. Да? Ну, просто выглядишь довольно молодо, ты говоришь, я уже давно в программировании, столько программ создавал. Что? Ну, вообще, программисты, они не стареют. Ну, ладно, окей. Так, про Канаду я тебя спросил, про стартапы твои спросил. Ну, а вообще так вот, нет такого, что все-таки, ты говоришь, Канада не понравилась изначально, что сейчас просто привыкли, или хотите уехать в какую-то другую еще страну растут? У тебя уже опыт есть в двух странах жизни. Ну, можно сказать, что, конечно, Америка – это моя мечта. Может быть, я когда-то выигрываю грин-карту, но не знаю, перееду или нет. Но если вернуться к вопросу по поводу того, что нравится, не нравится, вот шесть лет назад, когда мы в первый раз попали в Канаду, или уже больше, наверное, времени прошло, шесть с половиной, мы были, конечно, шокированы, что там всякие бомжи, что грязь, метро какое-то не такое красивое, ну, да, я знаю, то, что в Нью-Йорке тоже были. Поэтому от такой картинки я был в шоке. Башиды стоят в ржавой диске из-за того, что солью посыпают улицы, чтобы там аварий помешать, наверное, не было. Ну, я был шокирован над такой картинкой. Но при этом люди доброжелательные. Нету такого напряга, какой-то тревоги постоянно, как было в Киеве. Потому что в Киеве, вот когда мы писали систему учета родительского контроля, мы начали изначально с учета рабочего времени, я посмотрел, что я сам сколько времени тратил в день на чтение новостей. Я был шокирован, что где-то 20% времени я постоянно смотрел новости. Там напала Россия на Украину, не напала. Стали призывать военкомат, потому что я офицер запаса. И я беспокоился, что меня отправят на АТО. И вот просто задуматься, что 20% времени тратится на такую ерунду. Ну, зачем это вообще нужно знать? Вот сейчас я в Канаде живу, я украинские новости практически не читаю, а в канадских ничего там и не пишут. Поэтому много времени экономится, и тут такое, на расслабоне живешь. А вот когда я периодически приезжаю в Киев, там, проведать родственников или какие-то там дела решить, то я... Мне очень нравится эта картинка, везде все грязно. Ну, короче, не жалеешь, не жалеешь, если так... А сейчас у тебя уже вид на жительство там, да? А мы сразу, как только приехали, там сразу дали это ПМЖ. На сколько времени оно? На три года, и потом канадский паспорт. То есть там полтора года стало ждать канадский паспорт. Ну, либо можешь продлевать просто... ПМЖ. Да, конечно. Можно... Это... Вот еще что я не спросил, вспомнил. По поводу твоего канала Ютуба, как он называется, давай скажем нашим зрителям, и... Канал... Канал называется Emigrant Today, как и мой основной сайт, и там у меня в основном информация про Канаду, но я, конечно, пытаюсь, чтобы там была информация и по другим странам. То есть для того, чтобы уехать в другую страну, я хочу сделать так, чтобы люди смотрели мой канал и получали информацию и про США, и там про Китай, и про Вьетнам, и про Германию, и про Новую Зеландию. Я потихонечку, потихонечку к этому иду, чтобы не было только однобока про Канаду. Сколько у тебя сейчас посещений на сайте в день? Ну, 1100 у нас в месяц, то есть если разделить, ну, наверное, сейчас 1400, наверное, в декабре было в день. А как тебя находят? Просто по контексту или контекст не запускаешь чисто на SEO? Не, рекламу вообще никого не показываю. Ну, наверное, у нас хороший контент, поэтому... Ну, то есть у тебя просто он выходит уже неплохо. А по каким-то ключевым словам вот можешь сказать, Google выходит первым по каким словам? Или не такой недели? А я не смотрю. Ну, важный момент, кстати, сказать. Да, мне кажется. Я просто, так как я уже давно сайты создаю, ну, для себя, у меня даже был одно время сайт, который попадал в десятку, десять тысяч самых-самых популярных сайтах мира. Он был на нескольких языках, ну, был он какое-то время, потом раз, и стал он непопулярным. Поэтому я считаю, что это все... Ну, просто ты как бы в начале видео сказал, что у тебя это все-таки отчасти не бизнес-проект, но я уже услышал, что у тебя есть там где делать и волонтерские программы, и... Да. Школа эмиграции. Тренинги, да, там вебинары по эмиграции. Поэтому, наверное, ты все равно столкнешься с тем, что надо смотреть, какой он будет в Google по каким-то ключевым словам и так далее. Ну, может быть, мы потом с тобой поговорим, потому что... Хорошо, конечно. ...что я готов быть твоим там рекламодателем, и для меня, конечно, это важно, чтобы по каким-то ключевым словам сайт выходил. Ладно, давай тогда, я тебя уже пытать перестану, сейчас... ...со, и ты меня поспрашиваешь... Хорошо. ...секундочку, я отключусь, и отключу только записи в следующем. Нет, запись пусть тоже будет, потому что... Нет, я включу, я включу записи, я говорю, просто я хочу разбить у себя, и...